Следующий вопрос, «Тасаддукульмар'а мин мали зауджига бигэр-изнии» – «Может ли женщина распоряжаться имуществом своего мужа без его разрешения?» «Фиссахини ан Аишата, разъяллаху ана, аннабия, салаллаху алию саляма, каль» Приходит у Бухарии муслима от Аиши о том, что пророк, салаллаху алию саляма, сказал «Изанфақатильмар'а мин бейти зауджига, гэра муфсидатин» – «Если женщина потратит что-либо из дома своего мужа», то есть имеется в виду из имущества своего мужа, говорит «гэра муфсида», то есть не нанося этим какого-то фасада, то есть какой-то порчи имуществу мужа, «каннальга аджруха биманфақат», ей будет награда за то, что она потратила, «волизауджига аджругу би мактесаба», а муж получит награду за то, что он приобрел, то есть за то, что он этоимущество заработал. Это хадис у Бухарии муслима. И под словом «гэра муфсида», то есть не принося этим самым порчу имущества мужа, Имеется ввиду, чтобы она тратила бельмаров, то есть касательно обычаев людей, чтобы не переходила рамки в этом, чтобы не переходила в этом рамке и тратила что-то немногочисленное, что-то небольшое. Так что она знает, что ее муж не будет против относительно этого. Если же она не знает об этом или сомневается, то ей необходимо удержаться. Говорит Уфис Ахейни Анаби Хурейра, и приходит также 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 Уфис Ахейни Анаби Х То, что однажды Асма бинт Абибакр попросила разрешение пророка тратить из того, что заработал Зубейр. Зубейр ибн Ал-Аввам был ее мужем. Факал Ан-Набию, и тогда пророк сказал, То есть растрачивай и не считай, то есть не подсчитывай, а иначе Аллах будет подсчитывать относительно тебя. Этот хадис приходит также у Бухарьи Муслима, как мы упомянули ранее. Это, что касается хадисов и доводов в этом вопросе. Фасадалла ба'ду ахли л'инби айзил ахадис, аля анна лил мар'а антумфика миммали заудья бигэри изнии. Поэтому, говорит некоторый из ученых, используя эти хадисы в довод на то, что женщина имеет право тратить из имущества своего мужа без его разрешения. Ахабба аукариха. Нравится ему это или нет? Сарраха бизалека ибн Хазам фил мухалла бигэди адам алифсад. Об этом явно заявил ибн Хазам в своей книге аль-Мухалла, но с условием, чтобы она не наносила порчи имуществу своего мужа. Но, говорит, подавляющее большинство ученых не согласились в этом с ибн Хазмом и указали на то, что женщина не имеет права тратить и раздавать садака из имущества его, или ее точнее мужа, без его разрешения. Потому что, говорит, это имущество мусульманина, а его нельзя растрачивать, кроме как с его довольства и разрешения. А те хадисы, которые мы приводили выше, их необходимо понимать так, что женщина тратит из имущества ее мужа столько, сколько это разрешает ее муж, то есть молчаливым разрешением. Бывает, это известно в каждой семье, когда женщина знает, в каких рамках муж ей разрешает совершать такие небольшие траты. Бывает такое, приходит человек, сучит дверь, просит что-то поесть. Женщина знает, что муж ее не будет против, если она вынесет, допустим, хлеб, или вынесет, например, финики, или вынесет какое-то блюдо, или вынесет что-либо подобное, или какую-то муку, в том количестве, которое она знает, что муж не будет против этого. Это ей разрешается. Но, как мы сказали, если она не знает, или сомневается, будет ли доволен ею муж, или тем более, если она точно знает, что муж будет этим недоволен, то в этом случае она не имеет права тратить из его имущества ни мало, ни много. И вот это вот разрешение возвращается к рурфу кобычьям людей. Говорит, и это мнение является более правильным в этом вопросе. И последнее, что здесь необходимо упомянуть, то, что такое же постановление касается мужа. То есть, если мы разберем вопрос, может ли муж, соответственно, тратить что-то из имущества своей жены без ее разрешения. Говорим, что в основе не может этого делать. Почему? Потому что она также является человеком, имущество которого принадлежит ей по праву. И нельзя его растрачивать, кроме как с позволения ее души, то есть с ее разрешения. Поэтому человек не может приходить к своей жене, брать у нее что-то из ее имущества без знания ее или без ее довольства и растрачивать ее на что-либо. Но опять-таки может тратить столько, сколько он знает, что жена была бы довольна этим. А иначе он должен попросить разрешения у нее. И в этом нет ничего страшного. Далее.